Рамазан, скажи мне, над каким местом мы давай поработаем, чтобы не гонять, потому что ты начала как бы выучил, относительно. Вот мне покажи, мы сейчас тайм-код там отметим, с какого места там по какое, и поработаем. Шнурок, шнурок. А мне шнурок. Сюда. Так, а где он? Не знаю, ищи. Вот он. То ли это у меня сегодня так комфортно было, по-моему, по-моему, заниматься, если честно? Ну так с аккомпанементом это вообще здорово заниматься. Нет, вы что, я как бы не вообще... Расслабился? Да, более-менее. Ну так это и хорошо. Так ты импровизировать стал по фразировке, с тебя прям пошло это. Мне очень понравилось, как ты даже в упражнении ты уже начал, вариации всякие. Это и здорово. Это прекрасно. Так, давай сейчас сначала, а потом остановимся, да, на этом месте, чтобы мне посмотреть, какой тайм-код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А прям настолько? Без натягу, а ну а почему нет? А ну это прямо так по восточному звучит. Ну так а тут что, тут гармония восточная? Не, знаешь что восточному, там вы прямо так показали по восточному, а там прямо не так. Мужешь меньше. Ну я бы, может быть, это по-жински как-то сделала. По-мужски это будет меньше. Сама техника. Ты знаешь же, как это делать? Субтитры сделал DimaTorzok То есть, без натяга звука... Без натяга, то есть ты должен подтянуть звук, а потом отпустить как фи-ю! То есть ты резинку натягиваешь, а потом отпускай... Субтитры сделал DimaTorzok И все, намекраты, не отпускай, иначе ты выпадываешь, все, ты порвешь эту единую, единое звено, все. У нас опять короткая же тоннаграмма эта. Да, она короткая. Мы не нашли, так и не нашел ты. А ты что делать был? И мне не постучало, да, Виталья, напомните, вы сказали, что вы мне наступили. А если ее убрать, с ней нельзя? Или просто она звучит, что не закончена, только из-за этого? Нет, ну там ухудшит, там мало, там для развития очень мало. Это мало, это двух минут нет. Мне кажется, если прям подать хорошо, вообще, власть не будет. Мы сделаем, просто ты мне не просигналил, что Наталья, ты мне не напомнил, вы вообще, у вас нет такой привычки. Мало того, что я вам делаю, так вы еще и не напоминаете мне. Прости, вот сейчас я, уроки идут, что-то срочное? Алло? А, хорошо, спасибо большое, всего доброго, до свидания, до свидания. Предупреждение, все поем. Это все хорошо, это было все чистенько все, но ты не осторожничай. Во-первых, работаем микрофон, иначе мы не очень... А я просто не поняла, на каком моменте... А, вот тут очень сложно понять, вообще, на каком моменте. Где-то вот и так. Вообще, конечно, гонять сначала, это все, мне это не нравится. Все равно звук ты вертикальный делаешь, у тебя здесь должен быть горизонтальный звук. А ты делаешь, а ты делаешь вертикальный звук. А надо обязательно... А вы можете раздражать, да? Вот вертикальный звук. Высокий больше. Ты уходишь сюда звук, если ты вертикально держишь, вертикально, ты уходишь звук в глубину сюда. Корню языка его уходишь. А нам нужно его вывести на биолы, вот на зубы, на твердое небо. А для этого нужно сузить немножечко звук. При этом гортань все равно не сильно поднимает, как бы не нужно сильно поднимать. Сохраняя ее, то есть сопротивляйся, вроде бы и поднимая, чтобы сузить звук, но не до конца ее задираешь. Она все равно должна где-то на якоре в серединочке у тебя находиться. Но постарайся, артикуляции помоги, потому что ты себе артикуляции совсем не помогаешь. Поехали, еще разочек вот за вторую частью. Там как идет? Вот это мелодия-то. Все, и тут смотри, сейчас вот тут там был брэд как раз. Вот послушай еще раз вот отсюда, чтобы нам на вторую часть. Вот еще разочек с этого места. И поточнее, все, натягивай звук, натягивай звук. И в узкий звук сразу. В узкий звук. У тебя получается, смотри, ты как бы это отпел. Подождите, я сейчас здесь буду петь. Тебе должно быть соединено все это быть. надо за счет того что что делали сейчас короткий вдох и въехать короткий вдох и въехать подготовить себя уже в узкий вот в этот звук фальцетный свой режим еще раз очень повыше место так что у нас там или какая то нотка это важно вот подбери мне сейчас это место сделай подручки ну ты вообще тогда не то поешь что-то а первая фраза давайте вам включим давай включай конкретно прямо вот это место а 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 и На этом же, на этой же... На... нет, на этой же... На-на-на... И вернись на-на-на... На-а-а-а... Ну рядышком он же идет опевание... На-а-а-а-а... Если разделить... разбить... На-на-на-на... И на это же, да? Вот... там... Тон идет... Вот это мар-детто. Без мар-детто. Вот ритмический. Это без мар-детто. Но время-то мы должны, а там... В серединочке этого времени идёт мар-детто. Ну, пойдём на то место. Ну, по-моему, мне кажется, мы не в то место смотрели. В серединочке. А мне то. Понимаешь? Вот мне что делать? Где же мне столько времени найти, чтобы все ваши произведения то же самое всё это выучить? А, Рамазан? Где же мне... Включи мне ещё раз плюс. Мы не то сейчас место смотрели. Ну, сейчас... Вот... Дальше. То же самое пойдёт. Вместе с ним спои. Не то, конечно. А то он вообще внизу ходит. Это уже я своего добавил. Ааа, ты своего добавила. А я как буду задаграться? Тебе не нравится вниз? Нет, почему нравится? Просто я попробую. Нет, дело не в этом. Дело в том, что когда ты придумаешь, это хорошо, что ты придумываешь. Ну а если это... Твоя придумка не точна по интонации? Я-то как? От чего буду? Я... Я исхожу из гармонии здесь. Твои придумки могут быть, потому что тут вариаций может быть очень много. Ааааам, эда-эээ... Здесь же вкуснятина такая裡面. Ааа, снова так. Ну как, я просто слушал, я не разговариваю. Нет, ты сейчас, подожди, ты сейчас сказал, что я там свое придумал. Да. Значит, сейчас будем восстанавливаться, и от того, что ты, значит, там свои вариации какие-то ты придумал, я буду чисто гармонически слушать, чтобы тебе помочь. Уже не от оригинала будем здесь и вталкиваться, а от того, что ты там научил себе. Ой, как мы любим это, да? Вообще, прям. А почему ты это раздашь? Я говорю, что это нечисто? Нет, у тебя же там дыхания должно хватить. Чего ты рвешь-то? Нет, я говорю, я раздавал, потому что нечисто спел, и я... Было как раз относительно нормально. Поем, давай немножко-то дойдем. Куда-нибудь. Готовьтесь. Держи. Смотри, почему не хватило. Должно было, должно было хватить. Ну, зубы. Во-первых, ну, не держишь его, не держишь в одной динамике, не развиваешь, только хвостики. То есть, вот так вот. Ты же молодой, у тебя больше должно дыхание, чем у меня. Хочешь наверх, пой наверх. Мне нравится вкусно там внизу. Ну, еще раз. У тебя же там кто-то хватает, тут вверх. Ну, еще забавим потом. Вот я верю, что-то сделал. Взял новое дыхание, толкнул звук, спел выше, чем надо. Потому что бросил петь, и с новым дыханием поддал паркур, и нота улетела наверх. Я тебе говорю, что соединяю. Понимаешь, вот все, вот плети. Все, понял. Плети. Интонация же будет. Я думаю, на прошлом можно взять дыхание между этими дыханиями. Нет, ты вот здесь вот в одной динамике начни, чтобы сэкономить дыхание. В этом образе возьмешь эту ноточку. Она, в общем, не будет тучковая такая, как сейчас она улетела. Она, в одной поем микрофон. Еще разок. Да, натяни теперь звук. Сделай все это на лигато, все эти... Вот понимаешь, вот идет одна... Вот одна идет, а ты на нее нанизываешь слова. Просто на нее нанизываешь, но не разбиваешь голосоведение. Поем. С музыкой вместе. Да, если ты не будешь натягивать звук, если ты не будешь работать в горизонте, звука не будет микстового. Он у тебя просто головной и неопертый. И дыхание все, ты теряешь. Да, покажи ты мне звук. Раскажься. Уведи нос, уведи вообще доз. Да, еще. Да, смотри, если не будет развития динамического в данном случае, ты взял ее, ты держишь, но она не может, у тебя так диафрагма устроена, она не может в стопоре долго стоять, отсюда все, и тесситура это у тебя вот сейчас, вот эта нота, она твоя по идее грудная, ты ее уже микстуешь, возьми ее сейчас плотненько, плотненько возьми, попробуй, вот, то есть это, я тебе просто доказала, там к чему, к тому, что она у тебя на переходе стоит, и если ты хочешь ее подавать вот такую, такой звук, такую нотку хочешь подавать, не открытым таким звуком грудным, то тут надо помогать опорой и позиции, и все поднять, все поднять. А можно что-то вот между вот этими двумя звуками делай, делай, генерируй звук, у тебя может остаться честь, ты можешь добавить голову, а вот это сейчас что было, сейчас, ну честно, ты просто сейчас добавил воздуха, ну а ты, ну а ты, ну а, ну а, ну а, ну и мне тебе показывать сложно, потому что это вообще, это моя грудная стихия, очень сложно работать с мальчиками, когда, ну, разных этих, здесь нужно пробовать самому, здесь по драматургии песни, по фабуле здесь не должно быть такого открытого и явного звука, если ты хочешь такого звука, тогда нужно перед этим довести его до этого, хочешь начни, и дай его грудного, начни сейчас и доведею, тогда пневмационно, в той же части. Приготовились. Свещенда. Ну вот, да, понятно, как оно тогда должно быть? Зачем он тогда такой был нужен, нам тогда там звук? А может, с вами генальтика? Но, если ты полностью, понимаешь, если ты полностью чувствуешь исполнителя и хочешь спеть точно так, но у тебя, видишь, у тебя геопазон позволяет здесь грудью спеть, немножко проваливается здесь звук, его нужно очень хорошо тогда. Ну, мне его сложно просто брать на таком? А, потому что тесситура, видишь, твоя еще грудная, грудная, но перед тем, как этот кусочек петь, ты нотка, которая предшествует, ты ее должен обязательно крещендо сделать на нее, чтобы войти в это, динамически войти. Не понял, можете еще раз пока сделать? Перед тем, как ты вот сейчас поешь грудным регистром вот эту фразу, до того, как ты уйдешь фацетный, видишь, перед этим, что ты поешь? Пойдем акапельно. Дальше. Вот чего не хватает, понимаешь? Иначе ты, и самый зверь, а потом ты стреляешь. Ну, это же нелогично. Если ты грудью, понимаешь, когда ты пел это, миксером вот в таком вот неопорном режиме, что-то там варковал, это как бы было вот по динамике туда. А сейчас не туда. Понял, как нужно? Поем. Ну, отлично, но так почему нет узко? Да, дай его. Почему нет миксера так? Все, понял, хорошо. Ну, я просто думал, что на... Что ты думал? Ты возьмешь и просто... Да нет. Ну, так и все. Все было сейчас хорошо. Вот и дай ее. И дай ее такой, какой она должна быть. Черт. А вот теперь смотри. Извините, я не спереду. А знаете, как можно? Вот первый раз вот я... Сейчас. Ее можно спеть на голове, а потом уже можно ее... Можно, как угодно. То есть, как ты на нотку не попадаешь. Да, я ее завысил, да. Внизу. А поэтому нужно, когда ты будешь работать, нужно отталкиваться, попадать на эту нотку от верхней нотки. Угу. От верхней нотки. Вот сейчас вот где ты был, какая там ноточка сейчас... Еще раз, ну вспомнил этот костик вверху. Мы сейчас тут не поймем вообще, потому что я могу тут столько наимпровизировать, сейчас помогу. На гармонию. А потом... Ну вот тебе нужно попасть на нее. Но встань туда и подыгрывай себе, вместе с микрофончиком, с этого же места сейчас. Поеем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да. А ты хочешь ее в фальцетном режиме. Нет, я хочу сначала в фальцетном режиме, а потом... Пока не слышно. Нет, вот перед этим... А потом уже... Там же два раза вот... Пока не слышно, солнце мое. Если только... Ну, я не знаю, когда... Нет, я хочу второй раз спеть в грудном. То есть первый раз, когда там проходит в фальцетном, а потом уже в грудном, чтобы как-то... Спой мне в фальцетном режиме. Ну, видишь, как... Совсем... Ты еще с микрофоном... А-а-а-а-а... А-а-а, куда ты... А-а-а... А-а-а... А-а-а-а... А-а-а... Ну, так сужай звук, тогда я тебе приходю. А-а-а-ай... Ты ищешь? Ай Ай-фэ-ли 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 Две ритмические Ай-фэ-ли Еще Ай-фэ-ли Ай-фэ-ли Хорошо, а на вторую Ай-фэ-ли Да так Ай-фэ-ли Надеюсь, иди на Ай Ай-фэ-ли Ай-фэ-ли Да не сиди А, ты выпаливаешь Ну Ай-фэ-ли Спрыгивай с ней Ай-фэ-ли Да низкая она Ай-фэ-ли Дальше Дальше что? А капелли А-а А-а Ай-фэ-ли Ай-фэ-ли Сушай А А-а Акок А-а А-а Да, уже Сузил Уже почище Дальше Тааааааааааааааа gör А ундаун Атаун А меч Дальше Lang Против А вторую ты тоже дал Ты не на груди ее На груди? Нет Ааааааз Он неопертое Ай-а Ай-фэ-ли Тоже такая же была Ай-фэ-ли А-а На фальцетное было? Нееет Ну че в это? I fell I I I fell Грудину дай I fell Вот теперь грудь Но я потом орать Я не что, претендуешь, чтобы ты это спел в груди? Я просто тебе сейчас доказала, что это не была грудь Согласны сейчас? В смысле, ми нотка? Вторая которая? Ну ты сейчас оба хода спел и в фальцетном режиме Первая нота была в грудном А две остальные ноты I fell I fell I fell И опять пошел I fell То же самое спел Ты сейчас за вторым разом спою на грудине Ты о чем говорил? Я говорил, брат, я думал, вы имеете в виду, что I fell I fell Я думал, вы сказали, что первая нота была, она не грудная Ты вообще, понимаешь, ты как бы Здесь и не нужно такого, понимаешь Здесь как бы тонного звука Это хорошо Это очень хорошо Но ты не помогаешь себе, чтобы ты звучал Ты высоких частот не добавляешь Зубы не показываешь А скалы не вижу Не поднимаешь ничего Можешь уйти в нос Можешь Генерируй звук Генерируй I fell I fell Дай с твердой атакой I fell Дай с твердой атакой Сейчас пробуем I Вот, ты видишь, совсем другие уже частоты пошли Только опять не распластно говорю I fell I fell Твердая I fell Но сейчас была чистая грудь Потому что твердая атака дала тебе как бы вот I fell Вторую облегчить I fell I fell Не доходим до конца Я не могу еще собрать I fell 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 Так, все хорошо Ну вот это вот все Микрофону когда будем работать I fell I fell I fell I fell Вводи микрофон Если она у тебя такая тучковая А хорошая Ну ты ее Микрофон-то долбанул Это прям сильно Ну однако да Ну немножко ты с микрофоном работаешь Не так резко Чтоб совсем Вон Чтобы звук гулял так Нет Отлично А почему мы А-а-а-а-а-а-а почему микрофон то не под в... не подводим подancia Ну-ка А-а-а... Ну вкусно же Работаешь микрофоном Работаю Поехали! Поехали! Все провалилось! Второй раз нужно петь на груди. Все провалилось? Да, да. А если попробовать на груди спеть? Ну так и пой! Ну ты дай с воздухом, на груди, но с воздухом хай-хай-хай! Сделай это все по-восточному! С воздухом! Ну он подсажет! Уй, здесь уйди! Она повыше уже! Ай фэл ми-eri Да, вот так все! Вот и все! Это называется пение в регистрах! Проводение... Он прискакивает там что-то... Ай фэл ми-erne- لو-гау-аа-у-а-у-у-ぁ... Все такое томное, что то такое. Ай-ай фэл... Две грудные. Ай-ай фэл ми- spraying... Они только не разъединяет. Они не могут быть! Поэтому, видишь, все провалилось, ты пошел уже в эспрессию, начал работать с энергетикой, и провал. Еще раз все провалилось. Вот она понимает, что все хорошо, но она не точная опять. Ну нет тоже крещенок перед ней. Ты работаешь с микрофоном сейчас, ну так ты развивай предыдущую нодочку. Хорошо. Это элементарная же логика, что тут? Черт возьми. Смотри, а вот это вот все, вот все от того, что нет, все нормально, не остается, только начали учить. Вот у тебя одна нота, ты там столько ног напел, а у тебя одна. Потому что ты прыгаешь из позиции, ты рубишь текстом. Тем более, что сейчас, понимаешь, я тебе даже разрешаю на этом месте замылить даже текст. Вот замылить его, не надо дробить согласно все. Место вот здесь, оно такое должно быть, я не знаю, какое-то песочное такое. Вот замыли его. Оно должно быть в единомой позиции. Ты понимаешь, что там одна нотка? Да. Да. Смотри, это одна. Это одна. И тоже она у тебя еще. Она у тебя еще тоже. Грубного диапазона нота. Да. Да. Ну, это у меня ораль придется. Ну, я имею в виду, что она все равно входит. Да. Дело не в оральнюю. Если мы будем петь экстрим, если мы возьмем рок, ты возьмешь грудным регистром эту ноту. Наталья Викторовна, кстати. Возьмем его потом. Не надо. Нет, нет, нет. Я потом вам покажу, где я раскрывался. И я хочу узнать там, какой был этот. Какой звук был? Да. Ну, ты уже сам должен классифицировать все это. Нет, я знаю, но просто. Хорошо, я послушаю. Дело в том, что если эта нота все равно входит в твой рабочий диапазон, потому что если человек в экстрим-вокале может взять грудным регистром, в зависимости от энергетики эту ноту, то когда ты входишь в коцентный режим, ее только генерировать нужно. Понимаешь? Генерировать за уши, подтаскивать ее нужно. Горталь нужно, сужать нужно зуб, концентрировать его нужно на зубы выводить, а не вот здесь держать. Понимаешь? Поэтому здесь нужно держат Quima ring. Прям со словами И все. Видишь, как провально. Поем! Со словами. Там нет слов? Там просто о. Вообще потрясающе! А зачем же тогда у нас так много было о? Ты как-то, когда Tinder. Что-то я там слышу. А-а-а-а, а-а-а, 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 а-а, а-а-а, а-а-а... Все! Поем. Сужай звук, иначе проваливаться. Оказывается, у нас там... 1,2. Приготовитесь. Пил, счета. Отличная нота была замечательная, только она не точная была. По генерации она была хорошая, отличная нота. Отличная миксовая нота. И атаковал ты ее достаточно твердо. Еще разочное место. И не останавливайся. Выберем, будешь интонацию дома. Поем. Вот это место такое должно быть вкусное, но оно обваливается. Ну, дави, дави. Вот это продолжение предыдущей. Вот внутри, сцена. Завершаем и бэш-поем. Завершаем и бэш-поем. Куда тебя тянет-то? Ты сюда хочешь уйти? Можешь по гармонии сюда уйти? Можешь. А потом... Учи. То есть можно... Попробуй сюда уйти. Можешь по гармонии сюда уйти? Пораньше. Пойди. Можешь по картеру. Услышал? Точно она? Она! Но мне и та очень нравится. Докумаю. Но я попробую думаю и то и другое посмотрю. Ну, так ты сейчас спой тогда, чтобы тебе было понятно еще раз это место, со мной вместо, чтобы нам попасть, значит, пошли еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не бери ее отдельно. Да я просто попробую взять, хотела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, если это будет просто нота ради того, что Рамазан умеет петь высоко, это должно быть вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А не надо его вываливать А вот надо удержать его Вот что-то среднее надо Попробуй, сгиней Да, только все равно все отдельно Видишь, что ты делаешь? Я просто пытаюсь, чтобы сэнтонировать чисто Так ты наоборот рвешь В этой находись У тебя один горизонтик На него нанизываешь все, понимаешь? На него нанизываешь, у тебя золотое сечение Вот, на него нанизывай, еще разочек Держи Паранчик, девчонки Музыка Итlege Музыка Вообщем ХАРОШО Парают звуки Ты его не допираешь. А помни на том, чердок? Нет, ты видишь, что ты уже эти вываливаешь. Ты их вываливаешь. Спой так. Нет. Держи эту ноту. И сразу. Я тебе говорю, ритмически смени. Сейчас убьете лучше. Понял, как по схеме? Раз, два, три. Понятно? Раз, два, три. Держим на одной. Ритмически. Понятно? Понятно. Ну как ты вторую? Ты на четвертону ее блюкаешь сразу. И это не спасает. Сделай их немножечко по динамике. Они должны чуточку уйти, как волна такая. Еще. Да. Ну хорошо. Пой в этом ритме. Как хочешь. То как бы не спаслось все. Я просто думала, что можно было бы поиграть динамикой. Понимаешь? То есть здесь уместно это. Потому что как бы вот эти вот какие-то песчаные вот эти вот. Я вижу. Понимаешь? Прям где-то. Я пустыню тоже. Да? Я тоже. Я вижу песок вот этот. Я вижу ветер. Я его ощущаю. Чуть ушла. Позиция, интонация сохранилась. И динамика ушла. И опять, опять поток ветра. Если не будет гада, не будет ни утопа никакого. Все проваливается. Еще разочек. Все равно не чисто. Понимаешь ты? Верхняя была хорошая. Там сложно. И пасы. Ничего там сложного нет. Абсолютно. Вот какая. Нотка-то последняя. И растворился. Но это уже не чудо. Там раствориться должно быть. Мы можем оставить вот так, как она есть вот здесь вот. Ну вот такой интерпретации. В принципе, можем оставить. Если вот этот бздяк не есть. А я его отрежу. Угу. Там должно быть ш-ш-ш-ш… Вот и что ты. Так, хорошо, давай будем думать, что мы здесь с дыханием делаем. Может, это будет? Да. Очень аккуратно, тоже не вываливай ее. И держим до самого конца, потом вот так, потом л-ло-ло-ло, я тогда напишу все. Ты снимай, сними, давай по схеме сейчас просто не поем. Та-та-та, та-та-та. А-а-а. Та-та-та, та-та-та. Ну, ты видишь, что делаешь с дыханием вообще? А что? Щелкнули отдельно, дыхание взяли отдельно, рот приготовили тоже отдельно. Раз-та-та-та-та. Та-та. Дышим коротко. Та-та-та на дном. Та-та-та. Еще раз. Та-та-та. Та-та-та. Еще раз. Та-та-та. Куда снял дыхание? Не снимаем. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Рада! Та-та-та. Ты там в любом месте можешь это сделать. Та-та-та. Та-та-та. Нет. Ты уже... Ты ждешь, когда запоешься. Зачем? А сразу? Ну, конечно. Я не могу прямо. Никто не может дышать ритмичным. Рыбы. На берегу все шлепают. Ну, что ты будешь делать по нем коду? Рoo Да. Ну, все. Вот. Вот. Вот сейчас это было хорошо. Все равно там игра должна быть. Понимаешь? вот с этой нотой она тоже должна быть просто вот такая ровная, она должна быть интересной, но по крайней мере все-таки поработали. Хорошо, я не буду ничего дописывать, в принципе, здесь и кульминация, здесь все помещается, но судя по тексту она такая огромная, по минусовке минута 47. Прям странно как-то. Нет. Все вместилось? Да. Да ты что? Да, товарищ Геннадьевич, лучше. Да? Ну ладно, Ларьку встал? Ну да, если честно. Ну да, я немножко тоже, потому что головной еще резонатор, хорошо. Давай тогда отдыхай. Отдыхай. Сейчас я выключу, чтобы не щелкнув эту ключевую. Значит, Рамазан, ноты ты реши сам, если ты будешь там вверх копией, то что там на записи будет, я публикую, ты себя будешь слушать. Верхним там на темноте. Либо по оригинальным, или не так. Мне очень понравилось, когда, ну вот. Да я не про это. А, про что? Я про то, когда ты там ходил выше. Перед этим, когда мы пели. А когда? Ну, я сейчас скажу. Я понял. Там, где мы все время останавливались, ты говоришь, меня тянет выше. Мы спели с тобой выше. Я все понял, как у нас спели. Я попробую так, как у нас. Понимаешь, я тебе просто советую спеть там в оригинале. Там вкусная нота, там она вкусная. Почему? Потому что ты показываешь свой верх в финале. Зачем она там нужна? Я вот к чему. Понимаешь? То есть, я бы удивил, и хватит. И все, и хватит. Это бы вот так в финале тебя. Вот так. А там я бы все равно спела в оригинале. То, что в оригинале не так. То, что тебя куда-то тянет, извините. Вот тебя там. В конце ты и споешь. Поучи все-таки так, как оно. Но, в принципе, дело твое. Знаете, что я вижу? Потому что ты вверх, у тебя, получается, его не так там много такого вверха. То есть, мы как бы не перекармливаем. Не перекармливаем. В принципе, можно и спеть. Но мне там нравится та нота, которую мы вверх. Что бы хотела спросить? Вот насчет вот этого хода. Вот первый раз его можно спеть. Ну, то есть, соль, фальцет и спеть. Я тебе сейчас умную вещь скажу. Только ты не обижайся. Вот смотри. Мы можем вот так вот сидеть и методично разбирать, как спеть. Когда ты в экспрессе начал петь, все провалилось. Это большая разница, мой друг. Это огромная разница. Почему я всегда говорю? Я выйду на сцену, я включу энергетику. Я говорю, здрасте. Мы ни фразировку не проверим, ни дыхание не проверим, ни звук не проверим. Если мы в классе не будем петь в полную силу. А ты же здесь сейчас просто тыкаешь. Поэтому ты можешь и в фальцетном режиме их спеть. А когда в контексте песни, проваливается. Нет, я к чему. Там же два проведения вот этой нотки. Вот это вот. Что можно второй раз усилить его. То есть, более грудным взял. А там же... Ну, если ты не будь прикривая, усиливая. Но то, что у тебя там первые две грудные нотки. И дай ее с воздухом третью. То есть, здесь игра идет регистровая. Здесь идет игра регистровая. Будешь когда петь, но ты дома тоже нельзя напевать. Вот эти места камерзные, которые попадают в твою тесситуру грудного диапазона твоего. И то, что ты хочешь спеть в фальцетном. Просто напевает и споет. А в песне провал. Поэтому работай в полную силу дома. Хорошо. Не напрягай, конечно, свой голосовой аппарат. Как бы посвяти там, ну не знаю, минут сорок поработай, допустим, все. И потом отдыхай. И потом отдыхай. Давай отдых. А то есть, получается, если я буду петь на груди вот это место, если я добавлю воздуха, то мне полегче станет? Да, конечно. А, а, а. Ха-фи-ли. Ну да. Ха-фи-ли. Уйди вообще. Фальцетный режим на третий. Ха-фи-ли. Да, она повыше, но она лишь провальная. Да, провальная. Провальная. А здесь подзажата. Потому что и. Нет. Ну смотри. Всегда приходит на помощь движка ритмическая. Ха-фи-ли. 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 Можно на ней не сидеть. Либо динамики добавить. Можно на ней не сидеть. Можно изменить технически, чтобы ее зацепить. И дальше уйти в следующую фразу. Это всегда выручает из таких случаев, когда идет на стыки переходных, ну, грудь и фальцет. Ай, фэй, выноу. Вот я сейчас вообще. Ай. Но у тебя ай ты, эээ, ты вываливаешь. Ай, фэй, выноу. Но тебе проще, лучше сидеть на второй. Ай, фэй, выноу. И сразу к ней спустился. Ты ее цепляешь. Но не сидишь на ней. Потому что, когда ты сидишь на ней на грудном, у тебя поджим немножечко чувствуется. Да. Он чувствуется чуток. Хотя ты по природе вообще беззажимный. Вот ты родился таким. Нет, я просто сейчас без этой... Как? Ну как? Без динамики? Да. Подружка динамика. У тебя вообще, ты мужчина, у тебя гордость твоя подружка. Динамика твоя подружка. Саша, смешно девчонки такие. Классные вообще, а? Ой, Наталья Викторовна, я же хотел вам видео показать. А ну давай, показывай. Я просто распивался на грудном регистре и... И букву минуту взял. Ты там будь осторожен дома со своей самодеятельностью, я имею ввиду со своими распевками. Я... Ты должен очень хорошо понимать, что у тебя должна быть воздушная подушка. То ты там, если с опоры спрыгнешь, можно навредить голосовому правду. Не, ну у меня нет такого, что... Чтобы я вот, например, попила, чтобы я потом... Ну хорошо. Ладно. Береги себя. Береги. Ну тут у меня прямо динамика, прямо... И после этого, то есть, никакого дискомфорта не чувствуется. Угу, хорошо. Экстрим, нота, прекрасно. Это грудь, чистейшая грудь. Это как раз оформленный или это белтик? Ты оформленный? Что это? Си? Ну вот. Угу. То есть, когда мы будем петь рок, вот. Это, то есть, безопасный вот этот звук, то есть он... Абсолютно. Ну все хорошо. Отлично. Отлично. Ну ты его оформил, ты оперся, ты хорошо все. У тебя не было страха, ты долго пробовал. У тебя не было никакого смущения. У тебя была мотивация, у тебя было желание. И ты впендюрил. Си грудным регистром. Ну а то ми, фа не можем спеть. А? Бабе Клёпе рассказывай, да? Иди ходи. Что это не моего диапазона? Ну что это такое? Стыд и срам. Все. Ладно. А еще и текст надо распечатать обязательно? Все тексты распечатать обязательно. Потому что все там пометки делать и сделать. Если хочешь, оформи его. Я распечатаю. Пришли мне их. Хорошо. Я запечатаю портфель брошу. Сразу. Хорошо. А вот это вот, то, что мы сейчас сделали, это вот все куда пойдет? На экзамен. На экзамен летний? Да. Это пойдет на экзамен летний и на экзамен летний пойдет Верниссоренто. Это будет с Фанакамо, а Верниссоренто будет с Александром Валерьевичем. У меня такие чувства перед Верниссоренто тоже, там вообще, там, там вообще, даже слов нет. Там чудо. Там такое чудо. Да. Там чудо. Там чудо, и ты чудо, и Александр Валерьевич чудо, и музыка чудо. А феи вы должны будут сдать сейчас, вот когда будет промежуточный экзамен. Поэтому, если ты не выучишь… Выучим. Ну, так это, ну, вот когда? Стыдно. Да. Я понимаю. Надо срочно выучить. Угу. Прямо срочно. Надо было Александра Валерьевича попросить записать. Я тоже думаю. В пятницу. Держи на контроле это. Чтобы все, вот он еще дома поиграет, вот, по форме то, что мы сделали с модуляцией, с его проигрышем, с твоим, там, второй частью ты вступаешь, потом опять модуляция, чтобы ты дома вот с аккомпанементом с Александром Валерьевичем. Да, да, да. Надо прямо записать. Надо, чтобы, надо бумажку написать и сюда положить. Записать Александра Валерьевича, чтобы мы это не… В коем случае, чтобы ты на выходные ушел, чтобы ты занимался. И, значит, в пятницу урок у тебя получается в пятнадцать в пятнадцать. Угу. В пятнадцать. В пятнадцать. Наталья Валерьевича, я так и не понял. Что у насчет методики? Во вторник, она все-таки, вы будете собираться в пятницу? У тебя один урок по расписанию методики. На втором курсе. На втором курсе. Да. Мы занимаемся с тобой специальностью. Угу. Специальностью. Мы еще с тобой можем заниматься, но вот сегодня, видишь, подустал. Ладно. Во вторник с двенадцати часов мы начнем с методики. Ты это понимаешь? Да, я понимаю. И ты на этом уроке будешь до двенадцати сорока пить. Это получается с третьим курсом? Все тогда замечательно. Все с третьим курсом. А в среду будем заниматься только специальностью. Как раз с перерывом на классный час. То есть мы позанимались, ты ушел на классный час, к нам пришла девочка с весовой вещью. Потом ты пришел, мы с тобой уже занимаемся с фонограммом. Все. Спасибо большое. Пока. Счастливо. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok